Под проливным дождем по городу неслась машина, а на сиденье заднем ехал старый пёс. Глаза его в окошко на людей глядели так безвинно. Куда-то на ночь глядя его хозяин вёз. Пёс ехал молча и о чём-то думал. Он на хозяина старался не смотреть. Перебирал он в памяти всю жизнь свою угрюмо. И жизнь его собачья в кадрах перед ним давай лететь. Хозяин, помнишь, взял меня ты в дом щенком. Ходил тогда совсем я неуклюже. Я полюбил тебя, твой запах и твой дом. И я счастлив был, что стал кому-то нужен. Меня на улице ведь ты хозяин подобрал, где было неуютно, холодно и мокро. Ты на руки меня загрёб, к груди прижал. Мне повезло, ты оказался очень добрым. Каждый день подолгу ты со мной играл. Смотрели мы с тобой вместе телевизор. У тебя в ногах всегда я на кровати рядом засыпал. Я не был никогда по пустякам капризным. Чуть позже появилась у тебя жена. Я полюбил её, как и тебя, с такой же силой. Ты меньше времени стал уделять мне. Я понимаю, ведь семья. А год спустя тебе жена мальчонку классного родила. В него влюбился я, как только может полюбить собака. Он обнимал меня, а я его покорно охранял. Всегда я рядом был, когда он по ночам тревожно плакал. Он спал в кроватке, а я рядом с ним на коврике лежал. Когда он делал первые шаги, я помогал и был с ним рядом. Он за меня, державшись на ногах, уверенно стоял. Он в садик уходил. Я провожал его печальным взглядом. Весь день его, скучая, на пороге ожидал. Хозяин, стал ты на работе часто пропадать. А в дом придя, всё реже стал меня ты гладить. Я терпеливо ждал, когда ты позовёшь меня играть. Но чаще стал меня не замечать, хоть я и был постоянно рядом. Когда ты раньше про меня рассказывал друзьям, твои глаза горели полные азартом. Мы каждый день с тобой гуляли во дворе по вечерам. И называл меня ты другом волосатым. Но я тебя люблю, поверь, любым. Ты мой хозяин, и я тебе обязан. В костюме модным стал ты очень деловым. И слышал я вчера на кухне сказанную фразу. Тебе в столице предложили должность. На повышение я пошёл успешно в крупной фирме. Но только есть при переезде одна маленькая сложность. В квартире той ограничение, там без животных жить необходимо. Поэтому сейчас меня везёшь куда-то, но я всё понимаю и буду тебя ждать. Твой сын меня обнял сегодня, не отпускал, как будто виноватый. Просил тебя он плача, что меня не нужно отдавать. Вот мы приехали, машина вдруг остановилась. Открыл ты дверь мне и сказал, пошли. Увидел я, как на крыльце в том здании вдруг женщина в халате появилась. К ней мы быстрым шагом, словно торопясь пошли. Протянул ты женщине той поводок и документы подписал. Развернувшись, от крыльца ты быстро начал уходить. А я смотрел тебе, хозяин, след и молча ждал. А ты не поворачивался даже, чтобы взглядом проводить. Уехал ты и я вдруг сильно загрустил. Я буду тебя ждать, ты обязательно вернёшься. Глазами влажными я проводил хозяина автомобиля. На поводке за женщиной в халате я поплёлся. Она мне почему-то вдруг сказала, извини, это моя работа, пёсик, здесь нельзя иначе. Она мне показала на кушетку, предложила отдохни. А я увидел, что она украдкой тихо плачет. Она вдруг подошла, погладила меня по холке. В руке другой я разглядел какой-то шприц и медленно ввела под шерсть мне острую иголку. А слёзы продолжали лить из-под её ресниц. По мне вдруг изнутри какой-то холод побежал. В глазах темнело и сознание двоилось. Почувствовал, глаза слепаются, я засыпал. И сердце медленнее моё как будто билось. Хозяин, я пока посплю немного, хорошо? Я знаю, ты меня разбудишь на рассвете. Всегда с тобою я собачий, но такой большой душой. Мне повезло, что много лет назад тебя я встретил.